В свое 20-летие отметил клуб лоскутного шитья «Татьяна». Юбилейную выставку окружных мастериц представили в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Как из кусочков ткани создавались домашние шедевры и что помогало мастерицам творить, несмотря на сложные 90-е годы, узнала Любовь Пермякова. История этого клуба началась 25 января 1997 года, в день великомученицы Татьяны. Это был сложный период, времена массовых сокращений и всеобщего безденежья. Именно тогда влюбленные в народное искусство решили создать свой островок, где могли не просто общаться по вечерам, но и творить. Клуб «Татьяна» благодаря лоскутному разноцветью стал настоящей отдушиной более чем для 30 женщин. Я поступила сюда, в общем, в клуб, пришла в самом начале его работы в 1997 году. Начали мы, значит, со всего, пробовали все. И лоскутное шитье, и макраме, и вышивку, и вязание крючком. Все пробовали. И потом все же таки мы остановились на лоскутном шитье. Техника лоскутного шитья – это сложный процесс. Вначале кусочки сортируют по цвету и фактуре, создают схему, а уж только потом соединяют в целое полотно. Кстати, иногда изделия сшивают из нескольких сотен разноцветных кусочков. У меня одеяло есть, значит, тоже подарено, озера тундры. Вот оно сделано из 504 лоскутков. 13 расцветок причем. Существует несколько десятков технологий сшивания лоскутков. Это быстрые квадраты, акварель, бревенчатая изба, полоска к полоске, волшебные треугольники, русский квадрат и другие. Все эти техники рукодельницы уже освоили. За 20-летний творческий путь ими было создано несколько тысяч разных работ. Кроме этого мы делаем и куклы, мы валяем из шерсти, мы плетем, мы ткем. У нас очень много вышиваем, но я, может, что-то и не назову сейчас, но много-много чем занимаемся. А сегодня мы очень счастливы, что открылась большая выставка. Но я хочу сказать, что получается так, что мы могли бы еще не один зал оформить. Невозможно все показать. Как смеясь, говорит руководитель народного клуба Татьяна, чтобы показать все работы, им потребуется помещение в несколько тысяч квадратов. Но лучшие лоскутные шедевры увидеть все-таки можно. В выставочном зале Дворца культуры Арктика выставка будет работать до 6 февраля.